С мир вам! С миром! Вот, теперь слышно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Хорошо. Игнатий Ильич, я вам звонил с другом. Здрасте, Володя. Где-то год назад я вам звонил из Сочи. Мы спрашивали у вас там про церковь проармянскую, может, вы помните? Помоленько сместитесь вправо, вправо. Просто сместитесь вправо. Еще. Вот так. Все так и сидите, никуда не ходите. Я теперь тут все расположу. Говорите, я слушаю. Вот несколько вопросов еще есть. Вот по поводу того, что вы говорили, что вот церковь это, вы называете, пять церквей, да? Да. А все остальное уже не церковь. Вот, к примеру, есть еще ассилийская церковь. Как к ней относится? Это не церковь, что ли? У них тоже апостольское рукоположение есть. У кого? Ассирийская церковь. Ассирийская. Я не могу всех попроведать, кажется, узнать. Но согласно, как здесь показано, они имеют. А вам зачем это, такая подробность? Нет, ну вот просто, например, в разговоре где-то с кем-то скажут, а что такое церковь? Скажем, православная, там, армянская, богская. Есть сирийская, а есть еще ассирийская. Ну, их называют нестарянами. А они с этим не соглашаются. И как получается? А у них есть апостольское рукоположение, но если они, например, в ереси какой-то, это тоже церковь или так? Законы, законы, впавшие в ересь. Все тут непонятно. Оба слова соедини вместе, и получится, что надо. Мы-то тоже нахватали такое, что ни в какие ворота не протащишь. Ну, нахватали чего? Вот ересей именно, или просто что-то неправильно, если делают священники? Даже простое, бороду оттрогаешь уже, и все тебе уже вверх ногами поставишь. Зачем? Все знаешь, интересуешься. Зачем бороду трогаешь, режешь? Зачем ты себя скоблишь? Это образ Божий. Мы называемся храм Бога. Ты на храм посягаешь. Ты его не делал. Ты не дурной еще. Да какой бы ты ни был, ты не должен прикасаться. Это храм Божий. Нет, вот все. А куда ты лезешь? С собой разберитесь. Зачем вам это надо? Ну, просто интересно. Ну, потому что если в разговоре с человеком, в разговоре, допустим, некоторые сектанты доказывают, что они есть в церковь, и вот дальше можно прийти к там, кафе, 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 кафе. Доказывать надо. Почему-то мне нет желания доказывать. Я один раз сказал, отошел. Их не убедишь. Я вот каждый день встречаюсь с мусульманами. Ну, чтобы помочь. Я ежедневно встречаюсь с мусульманами. Я открываю места, писание, они вот так вот падают, как головешки какие. Все время ложь. А раз ложь от сатаны, тут и разговаривать не надо. Христос не воскресал. Я говорю, у нас книга, и мы называемся «Люди. Писание». У вас написано в 5-й суре 47-й, 66-й аят. И вот и теперь смотри, а вы откуда взялись? Вам что-то дано. Ну, по ней живите, мне это не касается. Таких может быть тысячи вариантов сегодня. Я христианин. Я беру по слову Божию, которая верит, что ни одна буквы не исчезла. Это он объясняет, как беседовать с мусульманами. Да. Да, да. Я смотрел тоже. Ну, смотрели. В церковь не может быть без священства, без епископата. Откуда она у них, когда они возникли там все в 19-м веке? Да, да. Но вот если они начнут размышлять... Он не сказал, Христос, буду создавать в течение веков. Создам. Один раз. И создал псионской горнице, и домик Орниля, и все. Больше нету, и она церковь... Не, я это знал. Я вас слышал. Я так объясняю, но если человек не понимает, а может прийти размышление, и сказать, а вот у вас в церкви есть ересь, значит, это церковь? Обязательно нужно, чтобы меня поведут. Вас поведут перед воровителями для свидетельства. Засвидетельствуют. Кто будет меня исповедовать, а не обращать. Такого нигде нету. Обращение от нас не зависит. Ты скажи, после первого-второго разумления отпрощайся. Ибо не грешат, будучи самоосужденные. Веретика после первого-второго разумления. Они неупрямые, стоят на своей упрямце. Отойди, иначе зараза к тебе пристанет. Это проказа. Не прикасайся к прокаженному. Сказал, отойди, и ты свободен. Почему у вас такое желание? Непременно его обратите, начинайте переживать. Я сказал, отошел, у меня работа хватает. Не переживай. Больше вопросов этот не поднимайте. Вы сказали, все, больше не надо. Начинайте над собой работать. Идите другим говорить. Вот сегодня бритву выбрось, и видно будет, что ты собой занимаешься. Я же не прошу что-то. Я для вас, у меня все тут в порядке. Один раз услышал. Ты видел у нас в общий какой порядок? Да, видел. Как молятся, как стоят люди. Ни один шаг не перешагнет. Ни шепотом, ни слова нету. Это храм Божий. Василий Великий говорит так, наведи порядок, а потом служи. Его порядок дороже богослужения. Если порядка нету, какой оно? Вот еще, скажите, по Евангелию, Христу именно 33,5 года было, потому что некоторые святые отцы пишут около 40. Ну, зачем все это собирать? Ну, какой ты? Ты не кончишь этим добром. Они говорят, где-то, ну, написано так. 33,5, все на этом закрыто. На спасение не влияет. А где написано, что ровно 33? А где написано 33,5? Вышел, ну, он вышел, говорит, и как считает, ему было 30 лет, и 3,5 года он ходил, проповедовал. Ну, 30, прибавь, 3,5, это сколько будет? Ну, то, что 3,5 проповедовал, где написано? Ну, найди, где-то написано, где. Вот, ты услышал? Там, по-моему, нет, потому что святые отцы говорят. Это общепринятые, все это знают. Знают, не знают. Почему нужно... Ну, я просто читаю, и мне Ильонский говорит, что ему было около 40. Вот, епископ здесь был один, он считал 50. Ну, и какая разница, он умер за меня. И кровь свою пролил, страдания все меня искупил. А сколько ему было? 30, 40, что? Ослабела сила в 40 лет? Ну, 40, пускай 40. Нет, просто я... Да не надо это подменировать. Я говорю, ко мне за 57 лет никто не подошел с этим вопросом. Никогда. Я ответил, отошел. Ну, таких вопросов ты знаешь сколько? 80. В Библии только находят 150 тысяч противоречий. И ты будешь только всю жизнь. Где противоречия? Зачем это нужно? А вот то есть противоречия, получается, могут быть, что ли? Вот, например, в БДЕ в первой главе написано, что Бог создал человека, а потом во второй заново животных, потом человека. Я не хочу пустотой заниматься, воздух бить. У вас вопрос есть? Это же, например, для меня это ничего, но кто-то из-за этого может не верить. Там же порядок не указан, в каком порядке события происходят. Сначала сказали, а дальше перечисляется, выделяется самое главное. Какие-то противоречия находят. Я ни одного противоречия не находил. И ко мне с таким вопросом никто не лезет. Они заранее уже обжигаются. Да когда я буду этим заниматься? Я не для себя. Я хочу у вас просто услышать, чтобы можно было другому ответить, кто будет искушаться этим. Я не для себя спрашиваю. Вы запомните, как есть, тот порядок, который в первой главе указан. Все. А дальше разбирается событие, как идут. В то время пустота. Оно на спасение не влияет. Он, да я разве обязан его убеждать-то? Еще вы за каждого хватаетесь. Ну не надо это делать. А вот скажите, есть такое? Есть вот, можно... Я с Богом завет. То есть... Ну заключить завет. Вот пообещать что-то Богу. За это у него что-то попросить. Как бы... Ну не поглядься, а вот завет с ним лично. Вообще. Завет давался в обрезание, а ныне в крещении дается. Вот и все. А отдельно такого не бывает, да? Что там, например, некоторые просто говорят. Я вот с Богом заключил завет определенный на что-то там. И они будут того-то делать, чтобы мне Бог дал так что-то. Тебе лучше бы не давать обед. А ангел-то где находится? Недолго ему мещом махнуть. Ну вообще это не против, получается, да, обед давать? Ну ничего там нету? Мы обед дали главный. Верховного. Быть верным ему. Зачем это нужно? Вот еще скажите. Значит, получается, в Библию еще может быть книги некоторые добавлены, да? Как добавлено? Откуда? Ну, утерянные. Например, в послате, в Клауди Кийцам послание, там еще в Верховном Завете есть книги. Утерянные. Утерянные. А может быть такое, что они найдутся? Вот действительно. Может быть. Может такое. Вот найдутся. А теперь если найдутся, как проверят, действительно ли нет. А теперь кто с ними соглашается будет? Что на одном месте вот так вот, как в ведре тебя там крутит враг? Что ты делаешь-то? Да нет, меня не крутит. Я просто интересно. Вот скажите. Вот допустим шерковь, с шерковь с собой. Паясь ищать не надо. Вопросы есть по душе? Нет. У меня времени нет дурью заниматься. А я просто, мне интересно именно эти вопросы. Я собрал и позвонил. Со мной это не пройдет номер интересного. У меня времени нет, еще раз говорю. У меня Господь послал... Ну, я вас хочу узнать, так как вы знаете. У меня Господь ответил на молитву. Сразу дал 12 помощников. Мы распаковываем самые главные сокровища, вопросы и ответы. А я буду сидеть. 12 человек мне сейчас выходят. Я откажу, должен принять, определить, куда ответить. Поменять верхнюю одежду. Это неопределение. Я много не говорю, мне говорят. 4 тысячи сто с лишним вопросов. Я читал иногда. У меня времени нет абсолютно. А вот сколько еще? Так, все. Вот еще 8. Не надо, у вас конца не будет. Все пустые, ни одного вопроса серьезного нет. Не, ну а как просто интересно. Вот серьезный вопрос. Вот, например, по книгам в Ветхом Завете. Вот правило 85-е я читал, апостольское. Там книг, получается, меньше 77. А у меня 77. Вот как считать? Ну, получается, там в правиле нет. Вы сами пришли, или кто-то вас послал ко мне? Да нет, я сам просто хочу узнать некоторые вещи, которые не могу. Я говорю, говорят, мозги пудрить-то глупостями всякими. Ты одно Евангелие возьми и по нему живи. Остальное тебе не надо. Ну, счет как придурковатый. Все, тогда самый главный вопрос мне ответьте, пожалуйста. Сколько книг? 70? Как приготовить? Тебе достаточно одной книги, одной главы хватит спастись. Раз голова не вмещают, он спорил бы с кем-то, а с кем сам не знаешь. Ты мне, девушка, крепей за собачий хвост хватать. Это неприлично человеку. Так, до свидания. Так это же спрашиваю. Субтитры сделал DimaTorzok